Усилена государственная граница Украины. Как усилена? Вместо двух в наряде человек пять. Пулемётчик, автоматчик, гранатомёрчик, что не свойственно пограничникам, и два с собакой, инструктор собаки и старший наряд. Вместо двух пять. Я говорю, хорошо, наблюдаю, будем смотреть дальше. Вечером поздно звонит мне Александр Григорьевич на границе с украинской стороны никого нет. Только как нет. Граница жусью. Нет? Разбежались. Кого там было атаковать? К моменту начала операции с той стороны не было пограничников. И вот эти фейки они вбрасывают. Я только не понимаю, зачем им в этой ситуации еще обострять в Беларуси отношения. Понимаете, вот все вот эти факты, которые скрыты от СМИ, я вот высвечиваю, говорят о том, что они, наверное, хотели этого конфликта. Они ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали, даже после признания независимости этих республик. Но остановитесь. Остановитесь. С кем вы собрались воевать? Ядерная держава мощнейшая. И потом, хорошо, но зачем вам это? Не надо. Нет, все равно. Бьют, стреляют и так далее. Почему? Вы думаете, они не понимают, что они не готовы к войне с Россией? Они это понимают. Опять вопрос. А почему тогда обостраивают отношения? А потому что сзади штыком в пятую точку толкают на войну. Вот они и пошли на эту войну. Вот получили ответ. Если уж откровенно говорить, все, что происходило. Поэтому та оставшаяся часть группировки Российской Федерации, я это честно, откровенно говорю, которая была на южных границах нашей Беларуси, естественно, Генеральным Штабом России, скорее всего, я еще только это из СМИ знаю, задействована в этой операции. Еще раз говорю, устами нашего министра обороны, их министра обороны, в 2 часа 30 минут, точно время называю. Я 2.15 позвонил, 2.30 вы с ним должны были говорить около этого времени. В 2.30 им было сообщено по пунктам, что надо сделать. Не сделали. Значит, хотели этой войны. А теперь пусть разбираются, кто их к этому толкал. Хотя тут несложно разобраться. Но самое главное для нас, мы тут оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю, наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо, Беларуси и России они будут.